2013 год по условиям воспроизводства водных биоресурсов был просто идеальным. Рыбники считают, что вот та форма половодия, которая наблюдалась в 2014 году... Я же не про рыбников говорю, я говорю про населенные пункты, про людей, которые потеряли жилье, и там сотни миллионов рублей были потрачены из федерального бюджета для того, чтобы восстановить людям жизнь. Как вы знаете, правительство издало специальное постановление о мерах по регулированию хозяйственной деятельности в затопленных территориях. Примерное название я вам говорю, я просто еще выгодно держал. Вы должны себе четко понимать, что если территория подвержена риску затопления, либо ты там страхуйся, либо не строй. Одну секунду. Давайте все-таки вернемся к моему вопросу по сезону. Мы с вами помним, два года подряд, и мы помним, когда Владимир Владимирович переезжал. И, собственно, с этого мы с ним и строили разговоры. Про то, как там тысячи людей потеряли одномомент, забрали снова свое жилье. Помните это? На Волгограде? На Волгограде. Рекордными темпами там вся страна напрягалась, строили жилье. В это же время, если я не ошибаюсь, у нас случился Крымск, но Крымск там в большей степени. Это позапрошлый год. Ну, в Крымске это страна в меньшей степени, поскольку обеспеченность этого наводнения... Все-таки я говорю про затопляемость этих территорий и насколько вот, скажем так, вот этот проект позволит избежать или не позволит вообще... 25 километров в кубических секунду максимум, если мы будем забирать из Волги, на регулирование павочного стока не скажется никак. Это объем паводка в норме примерно 120 кубических километров мы пропускаем в среднем через гидроузел Волгоградский лес. В паводке, да. В маловоге это достигает 90-70-80, в многоводные годы больше. Норма стока Волги 250 кубических километров. Исходя из этого, нужно смотреть ресурсы. А ресурсы определяются, к сожалению, емкостью водохранилищ наших. Она небольшая. Там вот от 50 кубических километров мы используем до 70-80. Вот это резерв, который позволяет нам регулировать сток. Накапливать его в конце весны и в течение летней осенни, зимней межни сбрасывать. Вот в чем проблема. Проблема в том, что емкость и сезонного регулирования стока на Волгоградском каскаде, она небольшая. Она меньше, чем годовой сток. И поэтому на Волге осуществляется только сезонное регулирование стока. И изнимая оттуда 2-3 или 5 кубических километров, мы большого эффекта не создадим. Я все-таки прошу прощения. Я почему говорю о рыбниках все время? Поскольку вот в том проекте мы ищем резервы регулирования стока, чтобы увеличить рыбникам рыбную полочку. Вот задача нашего проекта обеспечить водно-экологическое сохранение водно-экологических условий, чтобы восстановить режим поймы и обеспечить воспроизводство естественных биоресурсов. Естественных, я подчеркиваю. Искусственные, это не наш вопрос. И поэтому сезонность тут непосредственно нужна. Поскольку мы не можем просто затопить пойму и все. Мы должны ее затапливать в так называемом, как говорят экологи, тренирующем режиме. Затопили, потом год-два возможно и не затапливать. И тогда обеспечивается производство для естественного биоразнообразия. Тогда структура трав, она соответствует естественному. А когда мы затапливаем или подтапливаем территории, в манукультуре образуются сорные виды трав, задавливают основное биоразнообразие. Я вам помогу. На ранних совещаниях, сколько раз это звучало, что один кубический километр нашей потребности годовой по Калмыкии, это в режиме какой-то погрешности, который можно выбрать безболезненно паводки. Это буквально, если мимо Астракана около 250 кубических километров уходит в каски, паводки, все эти сбросы, мы всего один кубокилометр хотим поймать. Это правильно. В ресурсном плане забрать один кубический километр из Волги, для того, чтобы подать его в это русло, это не проблема. Если вам любой специалист скажет. Даже весной, когда там около 120 кубических километров, забрать один не составляет труда. Да, вот мы пытаемся в Волгоградскую пойму отправить туда примерно 2 кубических километра. Ну, правда, растереть не сразу, а во время. Это никак не скажется ни на выводке гидроэнергии ГЭС, ни на общем состоянии всего режима каскада. Каскад, как вы знаете, управляется едино. Само Волгоградское захранилище, оно регулирующей емкости не имеет, а в основном кубышу содержит тот регулирующий объем, который сбрасывается через Саратовское и Волгоградское захранилище. Задача наша именно заключается в том, чтобы предложить такое решение, которое бы соответствовало минимуму экологического вреда. Вот я в качестве примера приводил канал Дунай-Днепр, который был построен в советские времена для того, чтобы распредснять лиманы на побережье Черного моря в Молдавии и на Украине. И там за счет того, что были допущены местами технические проблемы, оброжавалось искусственное засоление территории. То есть вот цель... А там предполагалось из Дуная добрать аж 5 кубических километров по проекте. Скажите, пожалуйста, можно ли использовать опыт торта еще советских времен, когда Министерством регуляции водного хозяйства, мы как раз находимся здесь поблизости, чуть выше от нас находится Саркинская низменность. И когда предполагался, была объявлена так называемая Космурская зарная стройка, и вот собственно вот этот же проект лежал в основе затопления этих земель, подачи воды для того, чтобы обеспечить Каспийскую низменность. Там планировались огромные... Здесь, кстати, на карте все это показано, вот они поля. Можно ли использовать вот тот опыт и применить его? Ну, конечно, с какими-то корректировками. Хотя природа не изменилась. Рельеф не поменялся. Волжский бассейн и Волжский каскад, он остался еще построенный в советский период. Не изменится никак. Речь идет, конечно, о нашем новом взгляде на жизнь, на экономику, на сельское хозяйство. Поскольку, понимаете, что раньше мы по-другому подходили. Мы могли переселить большие... Нет, там речь не шла о переселении. Там просто о водоподаче речь шла, о использовании мощных насосов подачи. Сейчас цена электроэнергии другая. Мы не можем себе это позволить. Но, тем не менее, сам принцип использоваться может или нет. С учетом уже статистов. Задействовать гипроводхоз, по-моему, да, он назывался? Назывался. Он все в кабле праводхоз. А вчера был директор. Директор. Кстати, хорошую идею высказали. Константин Николаевич. И, конечно, нет. Технически вода, как и текла под уклон, она с тех пор так и течет под уклон. Тут никаких других новых глобальных объединений. Давайте мы перейдем куда-то. Сядь. Классно.